17 июля 2014 года. Широкофюзеляжный Boeing 777 авиакомпании малазийских авиалиний, выполняющий рейс по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, менее чем через три часа после взлета, был сбит российским зенитно-ракетным комплексом БУК на востоке Донецкой области под контрольной сепаратистом. Катастрофа MH17 стала крупнейшей авиационной трагедией на постсоветском пространстве. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа злополучного рейса погибли. Виновных в трагедии искать долго не пришлось. Благодаря видео из оккупированных областей, Международная комиссия установила, откуда и куда двигался зенитно-ракетный комплекс, и даже назвала основных подозреваемых в трагедии малазийского Боинга. Первый в списке – Игорь Гиркин. Бывший офицер ФСБ на момент удара по самолету называл себя министром обороны ДНР и напрямую причастен к транспортировке БУКа из России на неподконтрольную Украине территорию. В этом ему помогали еще два фигуранта дела. Полковник запаса грув Сергей Дубинский с позывным «Хмурый» и его заместитель – подполковник ВДВ Олег Пулатов. Последний фигурант дела – украинец Леонид Харченко, позывной Крот. Именно он после поражения малазийского лайнера приказал отправить ЗРК обратно в Россию. Мы выдаем ордер на арест этих четырех подозреваемых. Их имена будут в национальных и международных поисковых системах. Казалось бы, сотни показаний свидетелей, десятки видеоматериалов и перехваченные разговоры сепаратистов безапелляционно доказывают вину российской стороны. В ответ на это официальный Кремль включил на полную собственную пропагандистскую машину и начал штамповать немыслимое количество фейков и конспирологических теорий, лишь бы уйти от неминуемой ответственности за гибель 298 пассажиров Боинга. Вся вот эта агитационная машина на полную мощь раскрутилась и стала закидывать общественные мнения и на Западе, и в России противоречивыми, опровергающими друг друга версиями. Таким образом, Россия пыталась запутать западную общественность, не готовую к такому шквалу фейков и вранья. Раз за разом, придумывая все более несуразные версии катастрофы, Кремль создавал иллюзию, что история это слишком запутанная. Была версия, что вообще, что вообще некие злобные силы Запада пытались сбить самолет президента Путина, который якобы должен был лететь там, а на самом деле летел над Польшей. И наконец была версия самая циничная, конечно же, которая тоже рожденная в недрах российской, вот этого российской пропагандистской хлоаки, о том, что самолет младийских авиалиний изначально при вылете в Амстердаме набили трупами голландских граждан, а затем подорвали его в небе. Подобные версии звучали как откровенный бред, но при этом массово тиражировались российской пропагандой. Однако одурачивать доверчивых россиян и европейское сообщество не одно и то же. На кремлевские уловки никто не повелся. Тогда Путин и его окружение разыграли свой последний козырь. Так российский оборонный концерн «Алмаз Антей» в качестве псевдоэксперимента подорвал на земле широкофюзеляжный ИЛ. Выпустив по нему ракету, российская сторона пришла к ожидаемому выводу, что во всем виновата Украина. Невообразимое количество неточностей. Когда буквально там по миллиметру они сдвигали здесь и там, здесь немножечко что-то приопустили, здесь недосказали, там чуть-чуть повернули. И все действия инженеров и вычислителей госконцерна сводились к простому, значит, простой манипуляции. Нужно было как можно сильнее отдалить, да, вот на физической карте точку запуска бука. Но зачем подобные ухищрения, если и так понятно, что виновных в гибели пассажиров малазийского Боинга, скрывающихся в России, мировому сообществу никто не выдаст. Не понесут какого-либо ощутимого наказания и бойцы 53-й зенитно-ракетной бригады противовоздушной обороны российских вооруженных сил в Курске, которым и принадлежал злополучный ГУК. Оказывается, проблема куда глубже. Сбитый малазийский Боинг стал очередным пятном на репутации Кремля. После происшествия иметь дело с русской элитой Запад наотрез отказывается. Сейчас это будет типа напоминание экономической элите, что вот видите еще одна такой черный флажок, который делает невозможно с этим режимом как-то жить дальше и мириться с Западом. А для элиты все-таки это важный вопрос. Еще важнее то, что вердикт суда Нидерландов вряд ли станет окончательным. Наоборот, это лишь начало долгого процесса. Ведь на исполнителях дело не закончится. Мировая общественность скорее желает услышать именно тех, кто отдавал кровавый приказ. Позицию обвиняемых суд оценивает как негативную. До сих пор никто не взял на себя ответственность за эту трагедию. Когда обвиняемые осознали, что был сбит не военный самолет, а гражданский, в результате чего погибли гражданские, все обвиняемые, которые признаны виновными, приняли решение как можно быстрее переместить установку для скрытия последствий трагедии. По мнению суда, последствия преступления настолько серьезные, а позиция обвиняемых настолько негативная, что тут не может быть никаких смягчающих обстоятельств. Вердикт в состоянии войны меняет вероятность. Я думаю, что сейчас намного вероятнее, что голландская прокуратура пойдет по вертикалу выше. Я практически уверен, что будет второй эшелон обвиняемых. И так называемый список второго эшелона обвиняемых Кремлю вряд ли придется по душе. Ведь там могут оказаться такие фамилии, как Аксенов, Сурков или чего хуже. До главного картонного генерала Шойгу дойдут. Если в Генерале появится и команда из 53 бригады, которые реально стреляли, которые были с Буком, то, конечно, по закону голландскому даже нельзя остановиться ниже Шойгу, потому что он должен был тем человеком, который по характеру своей работы должен был дать этот приказ. Все это ставит жирный крест на попытках Кремля сохранить лицо Путина и его окружение и лишь приближает последних к неминуемой скамье подсудимых, где среди прочего Гиркина, Аксенова, Шойгу и Путина будут ждать и обвинения в убийстве 298 неповинных пассажиров, которым так и не суждено было в этот роковой день добраться до Малайзии.